Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем играть в Беннишет. И у нас довольно такое тяжелое положение сейчас, потому что я как-то не проследил в прошлой серии за количеством еды. Поэтому надо, мне кажется, сейчас как-то что-то придумать. Во-первых, Слава мне посоветовал охотников распределить по охотничьим домикам по одному человеку. Давайте включим его. И вот сюда тоже одного охотника отправим. То есть три домика, три охотника. Таким образом, якобы один охотник не должен успевать убивать полностью все стадо, и стадо будет продолжать плодиться. Дальше железа нету, и инструменты у нас заканчиваются потихоньку. Но это уже такое дело. Переживем пока без этого. Сейчас у нас есть более важные первостепенные задачи. Во-первых, наверное, я каменщика уберу. И каменщика я отправлю на... Так. Думаю, сюда отправлю. Здесь работает двое, да? Сейчас уже будут двое работать, и здесь будут работать двое. Больше у меня домиков собирателей, по-моему, нет нигде. Кстати, у меня здесь еще один охотник есть. Ну, это неплохая идея. Тут вроде пару оленюшек есть. Давайте тогда я фермеров... Вот фермеры мне сейчас, допустим, не нужны вовсе. Поэтому я просто убираю всех фермеров. И давайте мы сейчас распределим немножечко. Включаем. Кстати, здесь нужно сделать, чтобы именно по одному работнику было. По одному. Вот так. И здесь тоже один. Хорошо. Теперь... Пару человек надо, мне кажется, на рыбалку отправить. Потому что... Ну, зимой мы хоть сможем немного рыбы словить, да? Таким образом. Давайте двоих. По одному. Давайте троих сюда, допустим. И, не знаю, сюда одного тоже кинем. Здесь место, конечно, не самое удачное у меня было. Так. Давайте двоих. Пока свободные люди есть. Давайте глянем, сколько у меня свободных людей. Двое еще, да? Так. Хорошо. Худабы еще двоих отправить. Мне кажется... Мне кажется, нужно отправлять двоих на работу в шахту. Потому что... Ну, пока здесь у нас поздняя осень. Фермеры мне совсем нигде не нужны. Немного я добавил собирателей. Немного рыбаков, охотников. Ну, буду надеяться, что немного еды хотя бы они там принесут нам. Так. Один без работы. Все. Все работы себе нашли. Хорошо. Хорошо. Давайте, может, я немножко сделаю интерфейс поменьше. А то все-таки как-то вот это окошечко мне не очень хочется закрывать на самом деле. Но оно... Довольно мелкий шрифт, ну, на моем мониторе. Да, и мне как-то... Так, конечно, симпатичнее немного. А я что-то подслеповатый и мне довольно мелко. Приходится глаза напрягать больше. Но так, конечно, и на экране больше всего помещается. А то окошко не занимает полэкрана. Так, хорошо. Нам нужно еда первым делом. Потом нужно железо, чтобы делать инструменты. Может быть, было бы неплохой идеей... Может быть, было бы неплохой идеей... Переставить, на самом деле, кузницу сюда. Я даже не знаю, брал бы он отсюда железо сразу с шахты. Ну, на краник можно здесь склад небольшой построить, да? Ну, как-то так. Сделать перестройку маленькую. Ну, это так. Планы пока на будущее. Все равно сейчас ни камня у меня нету, ни дерева, чтобы переносить куда-то что-то. Вот. И новых людей... На новых людей тоже рассчитывать не приходится. Потому что мне своих прокормить пока что нечем. Но мы постараемся. Постараемся не допустить еще огромных смертей. Так, грибочки. Есть. Хорошо. И уже, наконец-то, может быть, студенты какие-то доучатся. А то сколько можно? Учатся и учатся, учатся и учатся. Эх. Кстати, я думаю, что вот этот дом можно закрыть пока что. А включить, добавить сюда одного еще... Три. Одного лесоруба, чтобы... Давайте мы даже пока посадку деревьев выключим. Чтобы было больше дерева. Потому что на дерево тоже мало. Ну, один дровосек справляется. Пока что. То есть на эту зиму нам дров хватит. Потом лучше я поставлю второго дровосека. Когда будет больше именно бревен. Так, ну, пока никто вроде бы не голодает. Пока мы держимся. Не знаю, надолго ли это. Шесть железа есть. Шесть, да, и никто не несет его сюда. Какая досада. Хм. Так. Это, ребята, человек на шахту пошел. А не за железом. Что же никто не хочет-то забрать? Странно. Так. Ранняя весна. Ранняя весна. Пошла плюсовая температура. И теперь пора отправлять людей на поля. Снег сейчас сменится дождем. Поэтому. Поэтому. Рыбаков. Давайте посмотрим. О, четыре рыбы он словил. Вау. Да. Мне кажется, что можно эти домики рыбаков просто-напросто снести. Они у меня вообще очень плохо работают. Давайте мы фишерменов пятеро. У нас их даже ничего себе. Делаем всех фермерами. Дальше. Травник один. Убирать травника нельзя ни в коем случае. Учителя тоже. Шахтера. Блин. Шахтера тоже нельзя. Шахтеров убирать. Как бы не хотелось. Ну и кузнеца, естественно, тоже. Так. Ну. Даже не знаю, кого убрать. Кого убрать. Строителей нету. Охотника может все-таки убрать. Или лесника придется убрать на некоторое время. Ну да. Так. И фермер. Хорошо. Запускаем ферму. Запускаем. Точнее. Я ее наоборот выключил. Здесь двое работают. Здесь двое работают. И здесь двое. И здесь двое. Да. Ну. Как-то так. Ну. Давайте посмотрим, что получится. Что у нас насажают наши фермеры. Сколько получится еды. Листики распустились. Не видно, что здесь довольно густой лес. Вырубить бы его весь. Так. Ну и вот теперь не справляется один у меня. Да. Это заготовщик древесины. От холода умирать люди будут точно так же оживенько, как и от голода. Поэтому. Тоже весьма важный параметр. Так. Девять. Девять инструментов. Ну что это такое? Тут блин. Так. У меня есть же инструменты. Вроде бы правильно. Делаю самые простые. Без угля. Без ничего. Восемь инструментов. Ну ребята. Ну давайте. Ну принесите вы металла. Тут на восемь инструментов еще будет. По идее. Да. Еще на восемь. Ну точно. У меня кузнец не в самом удачном месте расположен. Надо было его где-то ближе к шахте вставить. Делать там может отдельный складик. Да. Чтобы они. Ну потому что бегать к кузнецу приходится очень много. Или он даже не бегает. Давайте посмотрим чем он занимается. А он дерево здесь убит. Нормальный такой кузнец. Че ему куда-то бегать далеко за железом. Если можно пойти порубить дерево. А может он себе срубил дерево и пошел домой его отнес. И деревом топит. Ну-ка. Firewood Blacksmith. Нет. Он наверное тогда его скорее всего на склад принес. А не домой к себе. Так. Поздняя осень. Осень говорю. Поздняя весна. Урожай потихонечку созревает. Созревает. Здесь даже не потихонечку. Очень хорошо так созревает. Угу. А тут как-то слабенько идет. Слабенько. Не хватает наверное фермеров. Да. Здесь. На этом поле. А ну. Конечно. Стоп. А как это? Как это? Как это? Как это? Один. А ну да. Все правильно. Все правильно. Но тут один справляется неплохо. Между прочим. Так. Может кто доучится все-таки наконец-то. Интересно если больше. А. Больше учителей не получится. Да. Один учитель. На одну школу. Ладно. Так. Давайте мы тогда фермера сделаем. Одного. Шахтеров нельзя убирать. Никак. Никак нельзя шахтеров убирать. Интересно сколько мы с одного бревна получаем дров. Надеюсь хотя бы там 4. Может. Может такое быть. Или не может. Интересно. Ну вроде с дровами более-менее. Ну сейчас. Меньше приходится топить дома. Потому что не так холодно. Сейчас довольно даже тепло. Я бы сказал. 30 градусов. Так. Еще один фермер сюда пришел. Ну тут с этим полем мы что-то. Как-то плохо так. Хотя еще ранее только лет. А что инструментов нету. Ёлки-палки. А тут железо. Мама не горюй. Так. Так. Фермер появился. Ну точнее не фермер. А свободный рабочий. Давайте мы сделаем вот так. Сейчас отправим всех. Кого сможем. Только на это поле. Чтобы. Как можно больше здесь урожая было. Хотя по-моему. Нет. Еще созревает потихонечку. Пусть созревает. У нас еще есть. Сейчас только лето. Потом. Позднее. Все. У всех поломаны инструменты. Просто банально никто не носит. Ну это если бы еще железа не было. Тогда было бы печально. Так вроде не так все плохо. Давайте я не знаю. Сейчас может. Оу. Трое свободных рабочих. Может быть если приоритет поднять. Приоритет вот так вот взять и поднять. Может быть соберут железо сейчас каким-то чудным образом. Наши вот эти вот рабочие. Которые. Которые рабочие. Все без инструментов. Абсолютно все. Ох беда. Ох беда. Так. Давайте посмотрим сколько стоит кузница. Где она вообще. Я уже не помню. Вот здесь кузница. 55 камней кузницы. И 30 железа. Да. Это не мой вариант пока что. Это не мой. Ну понесли вроде бы. Да железо потихонечку. Позднее. Лето. Так. Ну собирайте. Собирайте уже. Все дружненько собирайте. А здесь. Здесь еще созревает. Урожай. Давайте теперь мы одного лесоруба в одного дровосека переделаем. И откроем это здание. Чтобы запастись к зиме бревнами. Кто-то умер от старости. И его сразу же заменили. Что не может не радовать конечно же. Давайте не знаю. Я одного фермера добавлю. Не могу я на это смотреть. И шахтеров допустим еще добавим. Давайте я вместо одного шахтера поставлю одного строителя. И прикажу разбирать рыбные домики. Разобрать. Remove structure. Вот эти два домика прикажу разобрать. И вот этот вот тоже разобрать. Потому что не нравятся они мне здесь. Место у них. Да и они рыбаки как-то не особо меня впечатлили совсем. Так. Осень у нас. Осень уже. Хотя 1400 еды мы насобирали. Это радует. Интенсивно так поработали. Но проблема теперь с инструментами у нас. Конечно же. Так. Ну ребят. Давайте мы сначала все быстренько пойдем на одно поле. Соберем весь урожай с него. Потом пойдем на другие поля. Сейчас начнет холодать. Так. Хорошо. Все. Work отключаем. Давайте сюда. Давайте сюда. Давайте сюда. Куда угодно идите. Но надо пособирать всю еду. Давайте посмотрим сколько мы собрали. 400. Почти 500 считайте. И здесь 700 картошки мы собрали. Это мы тоже поле выключаем. А здесь 800. В принципе неплохо. Work тоже отключаем. Сколько у нас бездельников. Давайте сейчас я нажму на паузу. Здесь мы то соберем. Да. У нас четверых я думаю. Нет. Не хватит четверых. Давайте пятерых. Шестерых. Все. Больше шести нельзя. Отправим всех. Банально всех. Остальных. Оставим только шестерых рабочих. Шестерых фермеров. Так. Шесть фермеров. 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 Ага. И троих отправим добывать железо. Двоих. Троих. Не знаю. Давайте. Вот так сделаем. Одного на каменоломню пустим. Так. И билдер. Чем-то мой билдер занимается. Он без инструментов. Он наверное просто работать здесь сейчас уже не может. Никак. А. Он мост строит. Нет. Он строит. Все нормально. Он строит мост. Я забыл про то, что я тут мост когда-то приказал построить. Когда-то очень давно. Так. Ну и началась следующая. Следующая зима. И все. Еду мы пособирать уже здесь не успели. Ладно. Не успели так не успели. Все фермеры тогда быстренько переквалифицируются сейчас на каких-нибудь полезных работников. Допустим. На собирателей давайте мы отправим. Может травника одного добавить пока что. Да. У нас фермеры. Выключаем вас. Одного травника здесь добавим. Так. По два пусть будет собирателя. Давайте сделаем еще одного строителя. Охотники тоже охотников хватает. Ну 1400 еды на зиму и едой обеспечен. Это точно. Дальше. Давайте мне бы и камни. Хотя нет. Лес. Первым делом лес. Железо пошло. Более-менее неплохих количеств. Давайте еще парочку. Я не знаю. Все-таки хочется. Мне очень много чтобы железо было. И на лес отправляем одного. Вот так вот. Ну и посмотрим что нам торговец привез. Давайте-ка глянем что у него есть. Пшеница. 3000 за семена пшеницы. Ну в принципе это неплохо. Довольно неплохо. Но мне сейчас просто ему нечего предложить. Кроме одежды. Но одежда я 3000 не набью. Ну да. Пшеница. Если бы это живность была. Тогда бы стоило как-то попытаться. Ну а так. Не стоит мне кажется. Окей. Хорошо что хоть теперь железо у нас. Да. Все собирается прекрасно. И кузнец теперь. Я надеюсь всегда со склада может прийти и забрать. Где у нас железо вообще лежит. Все. Где железо? А. Железо на этих складах. Точно. Все. Я уже забыл. Нет. Короче. Нигде железо все равно. А. Ну вот здесь. На этом складе. Ну далеко как. Да. Да. Это плохо. Это плохо. Ну ладно. Сейчас может строители освободятся. Может я получу что-нибудь с этих зданий. Когда их разберут. Хоть там копейки каких-то ресурсов. Возможно. Я в этом не уверен конечно. Ну мало ли. Вдруг повезет. Ну ты же правда идешь за ресурсами. За железом. Правда. Да. Молодец. Инвентарь. Инвентарь. Четыре железа. Взял. Ну это. Четыре инструмента хотя бы. И то. Уже хорошо будет. Так. У нас тут лесник не работает ни один. Как ни странно. Ну в принципе. Давайте я включу здесь и посадку деревьев. Я думаю. На зиму может быть топлива вам не хватит. Может быть. Может не хватит. Посмотрим. Ну не думаю что успеют замерзнуть. Иначе наши жители. Надеюсь что не успеют замерзнуть. Даже так. Я скажу. Так. Еще один работник. Да. У нас студенты потихонечку. Заканчивают свое обучение. То есть уже некоторые работники у нас образованные. Так. И теперь. Куда мы его отправим. Одного бездельника. Куда мы его отправим. Даже не знаю. Да я. Наверное. Вот сюда и отправим. Давайте только может. Да хотя пусть. Даже если придет сюда работать. То пусть работает. Здесь я не против. Окей. А. У меня кстати еще два травника. Да. Может быть если что. Вдруг тот травник от какого нибудь. Блин. Я все время закрываю это. Окошечко с ресурсами. Непонятно зачем. Пяти инструментов не хватает на данный момент. И дерева уже не хватает. Все. Тебя мы тогда отправляем. Сюда. Теперь у нас. О. Поздняя зима. Уже теплеет потихонечку. Нужно сейчас будет всех отправлять на поля. Опять же. Опять же всех отправлять на поля. Шахтер умер от старости. Жалко. Как ни крути, а жалко. 1400 еды как было так и осталось. Но все равно нужно по-любому отправлять на поля. На какие? Наверное может быть на вот эти два. Это у меня самые два больших поля. Давайте я наверное сюда отправлю. По три может быть по четыре работника надо. По три хотя бы по три может. У нас там с корешков идет еда. Там еще откуда там. Но где мы возьмем. Да. Остаются ресурсы. Немного конечно. Но какие-то ресурсы остаются. Вот как раз сейчас у нас разберут еще это здание. Блин. Я бы конечно перестроил кузницу. Но у меня тупо нет ресурсов на это. О, инструменты пошли. Пошли потихонечку инструменты. Они быстрее ломаются чем я их произвожу. К сожалению. Стоп. Ранняя весна. Все. Я уже чуть не завтыкал. Открываем поле. Открываем поле. И теперь ищем работников. Так. Хантеры пусть трудятся. Лесники. Блин. Тоже убирать как-то не хочется. Ребят. Ну шахтеров по-любому. Четыре. Так. Кто еще у нас хочет поработать? А. Собственно два строителя. Давайте мы пока потом. Зимой будут дальше здания разбирать свои. Так. И еще получается двоих. Где-то бы нарыть. Собирателя. Двоих. Да. Ну пока что двоих собирателей отправим на поля. Ну потому что с полей больше толку. Ну и попробуем приоритет увеличить. Я так и не понял как он там работает. И работает ли он вообще на полях. Окей. Так. И пока что тогда мы высадку деревьев отключаем нашим лесорубам. Посмотрим что получится у нас. Ну пока мы держимся. Держимся. Мы пережили голод. Мы теперь да. У нас еды уже хватает. Кожи хватает. Кстати. Блин. Надо уже и думать о том. Как бы пристроить сюда работникам. И может быть здесь где-то еще охотничий домик поставить. А то как-то этот не достает ни до кого. Смотрите. И тут вроде бы никого нет. Всех поистребляли. Ладно. Тогда давайте мы закрываем. Вот эти пока что два дома охотников. И уберем двух охотников наверное. Тут я не вижу. Просто через лес. Добавим пока что просто к собирателям. Двух ребят. Чтобы мы уже едой запаслись. На достаточном уровне. У шести человек нет инструментов. Но реально не успевает кузнец делать инструменты. Потому что у него самого нет инструмента. Это вообще печально. Когда у кузнеца даже нет инструментов. Так. А тут чего у нас? А тут работника нет. Я понял. Все хорошо. Фермеры интенсивненько. Весьма интенсивненько работают. Ну и едой мы в принципе обеспечены. Я думаю будем еще на несколько лет. Так. Вроде бы хоть с едой разобрались. Хотя тоже не факт. Сейчас еще детей тут наделают ребята наши. Пустых домов довольно много. От старости еще кто-то должен умереть. Я там видел потенциальные жертвы. Эх. Эх. Показалось что там просто тоже начинает зеленеть. Кустики небольшие. Доучился студент еще один. Как я понимаю. Да. Давайте посмотрим. Есть у него. А нет. Это не студент. Это не студент. Не образованный. Но студентом он не стал почему-то. Странно. Ладно. Давайте мы его на полезное дело пустим. На вырубку дров. На вырубку дров. Чтобы у нас было там хотя бы 200. Сколько у меня стоит. Лимит 500. До лимита еще ни разу пока что не добирался. К сожалению. Так. Ну еще у нас потенциальных 11 человек. Которые должны повзрослеть. Те которых мы можем. Вот кстати один уже пришел. Давайте сейчас я на паузу нажму и подумаю куда его отправить. Так. Чтобы с пользой было в шахту отправить. В шахту. В шахту наверное. 9 металла еще есть. Три еще здесь даже. Ну не знаю. Пусть пока пойдет. В шахте потрудится. Да потом еще в шахту куча фермеров пойдет работать. С железом мы тоже разберемся я думаю. Со временем. Вот интересно сколько мы сейчас еды с этих полей получим. Я надеюсь что достаточное количество. Очень на это надеюсь. Так. Двое безработных. Расскажите ко мне травник. А стоп. Я добавил травников а не собирателей. Да 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 да. Так. Ну не хорошо собирают. Так я не знаю. Мне нравится как травники работают. Может быть просто потому что они 4 вида ресурсов сразу. Да. Собирать 4 вида еды. Может быть поэтому кажется что много. А по количеству может и не так круто. Ну еще тоже если бы у меня например здесь речки не было. То этот бы домик явно собирал бы больше растений разнообразных. Так же и здесь в принципе. Потому что у меня здесь на территории часть. Одну пятую забирает именно водоем. Так бы было бы еще больше еды с этого здания. Окей. Так. Хорошо 99% созреваемости. Все уже начали собирать урожай. И здесь тоже скоро начнут собирать. Это радует. Каменщик у нас один работает. Работает. То есть камень мы потихонечку собираем. Блин. Надо реально просто переставить кузницу поближе. Куда-то сюда. Здесь склад сделать. Кстати мы можем даже. Может быть здесь склад какой-то сделать. Какой вариант. Давайте допустим этот уберем. Хотя здесь дерево складывается. Хм. Даже не знаю. Давайте уберем. Стоп. Оно не убирается. Слады не убираются. Что? Ремофф. Ремофф ресурс. Вот. 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 Я не туда кликаю. Отлично. И поставим склад теперь вот здесь. Мне кажется будет более удобное место. Удачное. Да. Вот здесь вот такой складик. И хорошо. Уже есть. Или вот может быть даже вот такой какой-то. Чтобы может сюда домик какой-то поместился. Если вдруг что. Вот. Теперь наши каменщики будут сюда. Каменщики. Ну и в принципе и каменщики и шахтеры приносить ресурсы сюда. Но этот когда-нибудь разберут. Давайте мы как раз строителя одного отправим. И сейчас подумаем куда мы еще одного человека отправим. Сейчас осень. Надо мне кажется на ферму еще одного. Давайте отправим. Помогать собирать урожай. Потому что сейчас наступит поздняя осень. И там холода. И в принципе все. Так. Быстренько. Быстренько. Ребята. Давайте собирайте. Куда вы все по уходили. Здесь удобно. Они сразу на рынок носят. Ну 2000 еды. Да. Мы уже более-менее. Хотя бы от голода избавились. 500. Кстати. 500. Дров. Тоже меня радует это количество. Давайте тогда мы этого товарища. Куда-нибудь отправим сюда. Чтобы еще не только у нас дровных бревен было много. Но также мы включим здесь посадку. Теперь уже точно. Да. Здесь у нас двое работают. Здесь трое работают. Пусть будет включена посадка. Я думаю. Ну пока. Когда у меня включена посадка. У меня просто тают на глазах дрова. Ну бревна точнее. Так. Все. Ну мы частично не успели собрать. Не хватает. Мне четырех получается здесь работников. Нужно на этих больших полях по пять человек. Чтобы нормально собирать полностью урожай со всего поля. Давайте мы посмотрим. Сейчас вот соберут последние. Последние остатки. Давайте еще может вот здесь соберете. Нет. Нет. Не соберут уже. Все. В принципе. Давайте посмотрим сколько у нас. Тысячу. Да. И здесь тысячу. Хорошо. Хорошо. Все. Фермеры мне больше не нужны. Убираем всех фермеров. Пока что. Они в принципе занимались бы полезными делами. Там рубили бы деревья допустим. Еще что-нибудь там носили бы. Ресурсы. Когда вот они бездельничают. Они находят чем себя занять. Вот. Но мне сейчас нужны шахтеры. Шахтеры. Строитель один у нас есть. Давайте теперь я отправлю. Еще может быть. Так. Каменщик. Мне теперь еще наверное один два. Давайте так. Чтобы наверняка. Одного. Отправляем шить одежду. Потому что пора уже. Заканчивается потихонечку. Дальше. 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 Кто мне еще срочно. Прям надо вот. Кровь из носа. Но надо срочно взять. Мне кажется отправлю я пока еще двоих сюда железо добывать. Потому что если я кузницу буду строить. То как мы уже видели. Кузница нам обойдется довольно дорого. Кузница. Да. Тридцать два железа. Пятьдесят пять камня. Ну камень мы насобираем. А вот тридцать два железа будет проблематично набрать. Ну. Сложно. Но можно. Тем более сейчас если начнут все ударно работать. Одиннадцать человек. То я думаю довольно быстро мы наберем. За зиму может быть и не успеем. Но. Где-то так. Ну главное что мы голод преодолели. Это очень важно. Так. Тридцать два рабочих у нас. Мы уже. Скоро наверное побьем все рекорды. Тридцать два рабочих. Одиннадцать детей. Из которых восемь студенты уже. То есть еще. Через годик другой. Давайте я лимит увеличу до тысячи. Я не знаю. Лимиты эти маленькие такие. Оказывается. Лимиты все эти рассчитаны. Ну большинство лимитов. Рассчитаны видимо на. Какие-то очень маленькие такие поселки. Единственное что я вот лимит пока что никогда еще не набирал. У меня две тысячи две с половиной. По-моему до трех набиралось. Если я не ошибаюсь. Все больше не было. Так. Ну хорошо ребята. На этом я наверное серию закончу. На этой чудесной просто ноте. Мы в принципе запаслись едой. Весьма хорошо. И наверное уже продолжим в следующей серии. Ну а пока что я говорю как всегда. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok